Ушел из жизни один из самых ярких журналистов современной истории уральского телевидения. В минувшую субботу не стало Тимура Иванова. Звезды 4-го канала, чья самая широкая известность пришлась на рубеж 20-го и 21-го веков. Иванову было всего 42 года. Уроженец Кузбасса, он закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета и после дебюта карьеры на Радио Си очень быстро стал узнаваемой медиаперсоной. Будучи сам еще молодым человеком, натаскивал юных журналистов в школе Интерньюз, а в совершенстве владея английским сотрудничал как внештатный корреспондент с Би-Би-Си. В 2001 году в возрасте 30 лет Тимур Иванов неожиданно для зрителей прекратил свою журналистскую карьеру, ушел с 4-го канала и стал телевизионным начальником. Сначала на СГТРК, а затем в Ханты-Мансийске, где ему был доверен второй по значимости пост в государственной телекомпании ЮГРА, пост зам гендиректора и генерального продюсера компании. Примерно с этого же времени, по словам близких ему людей, у Иванова стали появляться проблемы со здоровьем. Сахарный диабет, повышенное артериальное, да, наверное, и внутричерепное давление. К врачам он не ходил, но серьезно изменил свой образ жизни. Последние два с половиной года не употреблял спиртное, соблюдал диеты, занимался в спортзале, правда, очень редко покуривал тонкие сигареты. Трагедия случилась на отдыхе на острове Пхукет в Таиланде. Вечером 8 февраля Тимур со своим другом сидели в гостиничном номере и пили чай. Смерть буквально вырвала Иванова из этого мира, не дав ему закончить начатую фразу. Кожа мужчины почернела, сердце остановилось. То ли это был обширный инфаркт, то ли инсульт, официального подтверждения диагноза еще нет. Руководство ТРК ЮГРА взяло на себя заботу доставки тела Тимура Иванова, но не в Ханты-Мансийск, где последние три года работал журналист, а в Екатеринбург, где прошла самая яркая часть его карьеры, где живут его друзья. Здесь состоится гражданская панихида, после чего умершего доставят в Новокузнецк, где родился Тимур и где до сих пор живет его мать. Узнав о смерти сына, женщина сообщила его друзьям, что Тимур планировал дожить до 40 лет, чем всегда пугал свою мать. Реальность оказалась немногим страшнее его печальных пророчеств.